Так, друзья, привет! Всем прекрасного дня! Давайте сегодня у второй темной луны спросим такой вопрос, на что нам стоит обратить внимание прямо сейчас? Я часто вижу такого рода расклады общего характера на всех платформах, социальных сетях. Мне хочется сказать, обратить внимание на что для чего? Что дальше? Для того, чтобы потратить время и посмотреть этот расклад. Друзья, надеюсь, вы тоже видите разницу между мной и другими проводниками в этом. Это и не хорошо, и не плохо. Разница в том, что я вам всегда говорю некую настройку, некую психоэмоциональную коррекцию через свои видео, через свои посты и через аудио на своих телеграм-каналах. Настройка, выравнивание, импульс, настройка. Значит, мы сейчас будем смотреть подсказку от Таро, на что нам стоит обратить внимание прямо сейчас для того, чтобы улучшилась жизнь, улучшилось самочувствие, состояние, появилась какая-то энергия, может быть, идея, может, творческий порыв, прорыв, желание что-то классное создать, движение вперед, улучшить отношения, внешность, себя и так далее, и так далее. Ресурсный вектор движения вперед. Внутренний конфликт. Темная колода. Работаем с теневыми аспектами. Освобождаем себя от блоков и ограничений. Вы туда сливаете много ресурса, энергии. Возможно, внутренняя борьба. Сделать не сделать, написать не написать, позвонить, а провести эфир не провести, написать, после не написать, снять какое-то видео не снять. Сделайте. Просто сделайте, не думайте, ни секунды. С этого мы... В следующей карте я вижу, что все достается вам как будто бы очень трудно. Или прямо сейчас происходит эта ситуация, смотрите, кровь, пот, и вы какой-то шанс пытаетесь. Не знаю, это в отношениях или, возможно, в вашей реализации. Если в отношениях все так сложно, да и в реализации тоже, нужно понять, либо вы будете все вывозить на себе, тащить на себе. А зачем вам это нужно? Вы можете потратить и положить на это всю свою жизнь, весь свой ресурс. Возможно, вы, в принципе, не туда идете. Обратитесь к человеку, вспомогающему профессии. Пусть он поможет вам разложить все по полочкам. Коуч, психолог, целитель, проводник, грамотный, с отзывами, экспертный. И осознайте, туда ли вы идете. Иногда, к сожалению, бывает кое-что навязано. Страх осуждения, обсуждения критики, когда мы обслуживаем динамики наших родителей, нашего рода, нашего окружения, с теми людьми, с которыми мы общаемся. Так, абсолютно точно у кого-то есть такое. Обратите внимание, просто протестируйте сразу себя, когда вы это услышали. Вот то, что я сейчас хочу сделать, или то, что я планирую, или то, что я делаю. Это я делаю для себя, или для того, чтобы мама и папа сказали, что я хорошая, что я молодец, но там муж, еще кто-то, еще кто-то, да? Кто сидит в вашей голове? Потому что вы ждете подтверждения. Либо же наоборот, вы себя тормозите, смотрите, строите себе стены, какие-то засады, ограничиваете себя, потому что был там страх осуждения, обсуждения критики, возможно, ваших близких, родных, там, друзей, подруга, подруги ли они и вам. А друзья ли они вам? Этого просто. Внутренние конфликты. Идем, прорабатываем свою теневую сторону, теневые аспекты, свою сексуальность, принимая свою светлую сторону, свою верховную жрицу, интуицию, яснознание. Приходим к Ане, она вам поможет это сделать, найти вам. Как только вы пройдете этот путь трансформации, обратите внимание на это и поработаете с этим, вы приходите к некой своей мудрости, да? То есть мудрость, это иерофант, это те результаты, которые на самом деле вы ждали, хотели. То есть именно ваша душа вас тянет куда-то, вы это сделаете, вы это получите. Дальше еще карта выпрыгивает каких-то целей, мечт и желаний, да? То есть создавайте, творите внутри себя. Глаза закрываем, создаем то, что хотим видеть в своей жизни. Открываем глазки, наблюдаем, да? Наблюдаем. Ну, кому хотелось любви, чувства, молодцы, здесь влюбленный мужчина идет, король кубковый, ну и тут спинтакливый недалеко, да? Сейчас он выпадает нон-стопом, как вы заметили. Это очень положительные перемены, потому что 21 арка. Именно к этому и идет, мои дорогие друзья.